Всем привет! Сегодня я буду рассказывать об относительно, очень относительно новой книге Фенни Флэг, замечательной писательнице. Называется «О чём весь город говорит?». Дарила я её маме в честь 65-летия, и поэтому она её прочитала первой. После я начала, и я просто об этом говорю, чтобы сказать, что вот такая атмосфера в этой книге, так она вот трогает душу и ум, что вот случится что-нибудь, или увидим мы там с мамой где-то что-то, и сразу начинается разговор в духе, ой, а помнишь там в книге, о чём весь город говорит, и было так-то и так, и вот мне это напомнило то-то и то-то, и там, а помнишь, была вот такая ситуация, а помнишь, вот тот человек сделал так-то, то есть и всё время мы её вспоминали, всё время переваривали, как-то обсуждали какие-то вот определённые тонкие моменты отдельные, то есть эта книга, она действительно затрагивает и ум, и душу, раз вот так вот цепляет. Собственно, я не понимаю, зачем я записываю это видео, так как совершенно определённо я не могу сказать по поводу сюжета вам ничего, потому что, что бы я ни сказала, как бы аккуратно я ни была в своих высказываниях, это всё равно немножко подпортит удовольствие. Вот приведу вам пример. В книге затрагивался один вопрос, разумеется, я не скажу какой, и я просто выразилась при маме, что вот, мол, интересно, откроет вот эту тайну, или она останется на воображении читателя, так сказать. Вот, и мама ответила, что да, будет открытие, но вот в такой-то части книги всё. Мне это уже немножечко подпортило процесс чтения и получения удовольствия от книги, так как я уже знала, где вот что будет, даже если я знала только об одной части, какой-то небольшой по объёму, но не по значимости. Я поняла, что если я скажу хоть что-то об этой книге, это вам тоже может испортить удовольствие. Всё, что я скажу, эту книгу ценят те люди, которые считают, что нужно помнить и почитать, наверное, своих предков, что нужно уважать родительский день, день поминовения, дни поминовения, там, и всё такое. То есть все эти идеи, они в данной книге пропагандируются. И здесь немножко затрагиваются некоторые моменты, которые были в XIX веке в США. Немножко всё-таки я спалю сюжет. И, ну, ничего страшного, да, если я самое начало обозначу. Всё начинается с того, что один швед, который переехал в США, он принял решение найти себе спутницу в жизни. И, собственно, с этого всё начинается. Вот, вот лично у меня впечатление немножечко к середине людей стало больше, 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 больше. И как-то я стала немножко путаться. Но вы не пугайтесь этого момента, пока потом я распуталась. Вероятно, вы тоже распутаете, если вы сейчас запутаетесь. Может, вы мне умнее, в чём я не сомневаюсь. И так что всё будет хорошо. Это очень хорошая, очень душевная книга. От Фенни Флэг другого ожидать и не приходится. Собственно, пожалуй, это всё, что я скажу. Я так сказала уже слишком многое. До скорых встреч и до скорых книг. Пока.